Пока жива память, война не забыта, считают в Управлении по физической культуре и спорту. Спартакиада между физкультурно-спортивными клубами по месту жительства под девизом «Живая память поколений» стала доброй традицией в нашем районе. Главная ее цель – отдать дань уважения, памяти, мужеству и героизму тех, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Это значимое спортивное событие каждый год объединяет славянцев, участников 12 команд из поселений и города. Спартакиада проходит в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Далый старт глава района Роман Синеговский. В здоровом теле, здоровый дух, так говорят. Поэтому сегодня губернатор Кубани Венин Иванович Кондратьев уделяет особое внимание спорту шаговой доступности. Мы радуемся, когда наши спортсмены достигают определенных результатов на краевых соревнованиях, российских соревнованиях, международных. Но наша основная задача, чтобы все наши жители от млада до велика занимались физкультурой и спортом. Организаторы спартакиады уверены, спорт и здоровый образ жизни способствуют воспитанию патриотического духа и гражданственности в молодых людях. Поддержать свои команды приехали главы поселений. Спортсмены, которые участвовали в районном этапе спартакиады, сначала прошли отборочные туры в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства. В первом этапе девушки состязались в стритболе и юноши в волейболе. Участница команды прибрежного сельского поселения Александра Гизей говорит, что для нее спорт – это образ жизни, а не просто увлечение. На протяжении своей всей жизни я занимаюсь спортом. Но основной вид спорта – это у меня, конечно, баскетбол любимый. Также в этой спартакиаде я плаваю, играю в мини-лапту. По мнению спортсменки из Забойского поселения, спартакиада – не просто спортивные соревнования. В Славянск мы приезжаем каждый год на эту спартакиаду. В том году мы заняли почетное третье место. В этом году мы приехали опять и приехали только за победой. Вот наша команда поселка Забойского, девчонки. Мы все настроены очень позитивно. Спартакиада будет длиться в течение всего года. Состязания пройдут более чем по десяти видам спорта. Именно сильнейших спортсменов, которые будут представлять наш район в крае, станут известны после подведения итогов спартакиады. Мария Горошкова, Нина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...